всем привет привет с вами аня и вы на канале нюта хендмейт в этом видео я хочу вам рассказать о готовой работе рассказать и показать о финише также хочу рассказать о новом старте и конечно же о том что нашила поэтому давайте смотреть желаю всем приятного просмотра сэмплер начинала я в этом году сэмплер вот такое вот у меня к сожалению только распечатка со мной поделились схемой antique sample reproduction 1845 год вот примерно вот он так и выглядит закончила работу закончила этот большой проект и давайте смотреть нет слов нет слов потому что смотрите какая это получилась красота вот он получился невероятный такой винтажный прям старинные реально старинные сэмплер еще за счет основы основу я красила сама это кэшел 28 каунт и красила не помню даже чем но чай точно был и по моему кора дуба вот немножко он получился на таких пятнах но в размытых нечетких мне это очень сильно понравилось я прям уже знала что этот кусочек пойдет на этот сэмплер и начала по-моему весной я начинала летом практически его не вышивала и вот такая красота у меня получилась по техническим характеристикам быстро пробежимся вышивала я по саге мне помогали менять текст как вы видите хотя в оригинальном сэмплере тоже красивое там стихотворение так поняла на религиозную тему и принципе можно было бы оставить но не я не члены моей семьи свободно английским не владеют чтобы вот так вот сходу перевести поэтому конечно же такой большой текст я написала на родном нам языке конечно же великом и могучим русском так по техническим характеристикам здесь все вышивалось в ниточках демси 25 цветов или даже 24 там один цвета повторялся дублировался по крестикам вот в этой работе у меня вместе с текстом получилось почти 18000 крестиков такая кажется ну что тут вышивать до бордюры и но тексты не аппетитные обычным крестом но нет 18000 набралось это для меня работа больше чем средняя средняя работа у меня где-то 12000 по моим меркам по личным то что больше уже такие проекты большие я считаю где-то вот 16000 это уже для меня большие работы по крестиком получается 205 на 245 крестиков по размерам и вот сантиметром я вчера измерила у меня получается где-то 35 на 40 принципе хороший размер и не очень большой и не очень маленький красивая работа обязательно буду оформлять оформлять хочу очень просто уже примерно знаю какой багет у меня одна один сэмплер оформлен он по-моему не очень дорогой был сейчас не знаю конечно какая цена на него вот хочу в него оформить это деревянный багет но без изысков вот и буду оформлять без стекла сейчас в основном все работы оформляю без стекла у нас не очень пыльно в частном секторе хотя принципе такая дорога у нас не асфальтированная на улице но все равно не пыльно не пыльно вот давайте смотреть темп для поближе какой же у меня текст текст у меня из библии из нового завета это послание апостола павла и я думаю даже не религиозные люди вы все равно этот текст знаете он на слуху про любовь то что он долго терпит милосердствует любовь не завидует любовь не превозносится не гордится не бесчинствует не ищет своего не раздражается не мыслит зла не радуется неправде с радуется истине все покрывает всему верить его надеется и все переносит кстати вот сейчас вспомнила помните когда я показывала самый старт этого сэмплера у меня я зачитывал этот текст по своей книге по новому завету и у меня в моем моей книге долго терпит было написано раздельно и это очень многих смутило поэтому в комментариях и даже я стала сомневаться но нет и все перепроверили в официальных источниках это слово пишется слитно видимо у меня просто такое издание поэтому не переживайте все здесь правильно все здесь правильно написано вы только посмотрите на эти розы просто фантастические фантастические розы эти переходы цветов здесь здесь вот когда вышиваешь буйство красок зелень она не зелень она это бирюза это какие-то охристые оттенки но в итоге получается вот просто роскошество какое-то в этом году наверное вот эта работа она у меня в финишах это вторая по значимости первый конечно же я закончила в этом году лили сэмплер от дименшенс у меня реплика была вот и второй наверно по значимости будет вот этот сэмплер очень красивая работа очень-очень-очень-очень пишите как вам классная очень опять очень я полюбила этого производителя мне кстати много что нравится от антикс эмплеры продакшн может быть что-то еще приобрету у них необычные какие-то такие дизайны нестандартные эти мне конечно же нравится что-то хотела еще по нему сказать но забыла 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 ну посмотрите еще раз я вот так вот его пролистаю красота красота все убираю его разгладила уже постирала кстати вот в dmc мне очень понравилось как выглядит шелки я наверное будет более изысканно но вот мне в dmc тоже все очень нравится классно так и завершу как только я завершила этот центр я сразу сразу же решила начать что-то новенькое и новогодние как раз выпал первый снежок и думаю самое время начать вот под настроение такое самое время начать что-то к новому году думала я начать сначала вот этот мелхилл хохо санта стикс это вот серия мне очень нравится этот санта но я в то же время давно хотела начать сапожок от диман шанс для своей дочки конечно в этом году это в ей вообще не актуально думаю со следующего года ей уже будет интересно ну вот но вышивая посадки на этого санта вы здесь получилось несмотря на то что это вроде бы небольшие такие сюжеты от мелхилл но здесь получается почти по моему 12 ну 10 точно тысяч крестиков он вообще не маленький он вообще не маленький ни разу вот поэтому решила взять сапожок потому что здесь он и проще мне сейчас бисером как-то организоваться сложнее сложнее организоваться у меня совершенно как бы нет такого места вышивального я мигрирую и мне сапожком будет сейчас проще поэтому я выбрала сапожок и давайте посмотрим сразу же на мои продвижения какие ниточки красивые прямо такие сочные яркие красные зеленые синие оттенки все что нужно до к новому году красота вот мои небольшие продвижения вышиваю я здесь у нас наборе идет 14 аида вышивая на еде потому что я уже как-то говорила я не люблю в dimensions менять основы мне все очень нравится на айде и несмотря на то что в этом сапожке будет много не зашитого пространства это меня тоже нисколько не смущает в целом он будет смотреться очень очень достойно единственное вот здесь где пишется имя здесь прямо белая канва и она вообще тут не полукреста ничего нет я еще думаю над этим но склоняюсь тому что скорее всего так и оставлю ну как бы общая картинка будьте рано красивая повышевала здесь немножко буквально два дня два дня мои два дня это сейчас вообще здесь коротенький перерывчик там коротенький поэтому ну и тем не менее на 14 основе конечно сразу так прогресс повышу посидела немножко раз сразу кардинал появился еще немножко там повышевала раз уже воде шарфик появился ну ну классно классно здесь уже начала делать полукреста в фоне 15 опять сложение не так он идет вот на 14 прям хорошо мне нравится никаких сложностей трудностей не возникает еще что по этой работе тоже по характеристикам кому будет интересно здесь по крестикам получается я почему об этом говорю для меня имеет значение вот количество крестиков работе потому что я оцениваю свои силы именно какой какой сложности сюжет сколько там крестов сколько полукрестов и вот для меня это играю значение поэтому я это озвучиваю видео а так я цифры вообще не люблю цифры это не моем вот здесь в этом сапожке 12000 крестиков и 4000 полукреста в принципе такая хорошая работа и у меня даже есть мысли может быть я за эту зиму его закончу но это мои мечты конечно же но если она даже перенесется на следующий год тоже ничего страшного ну хотя бы большую часть я тоже уже вышью вот по ниточкам по моему здесь 29 цветов вот схемка очень простая вышиваю по саге в основном все идет в крест в две ниточки единственное вот полукрест это 5 не так по моему самое большее до 5 не так встречается и блендов здесь совсем немного по моему 4 бленда если я не ошибаюсь ну вообще очень хорошая разработка сапожка я думаю что вот я в удовольствие не спеша буду потихонечку его вышивать красота день вышивальщицы не прошел бесследно я приобрела себе вот такое точнее мне муж подарил вот такой вот наборчик от мелхил собираю серию с музыкальными инструментами у меня вышита волторна не принесла я жалко ну ладно волторна и еще что-то а барабан да потихонечку там потихоньку потихоньку ее собираю и в этом году решила купить арфу мне еще очень нравится скрипка может стать ее куплю посмотрим была хорошая цена поэтому классно еще ко мне едет один набор тоже на день вышивальщицы уже под вечер я себе приобрела но он еще не приехал ладно поставим его на следующее видео и раз уж я показываю мелхилл я сейчас хочу вам показать вот такую красоту которую я нашила я их называю органайзеры для мелхилл или органайзеры но дорожные органайзеры но в основном я ориентировалась на наборе мелхилл конечно же сейчас я вам быстренько я не помню показывала я этот или нет вот такой вот формы органайзер у меня как раз вот сюда в прозрачное окошечко влезает наборчик вот здесь вот большой карман и большой карман на молнии то есть все можно разместить даже какой-то бисерный небольшой органайзер вот так вот все красиво будет выглядеть ткани это знаменитые ткани морриса клубничные воришки я частые из них из них шью вот такой вот классный органайзер еще вот такие органайзеры я шью органайзер на кнопке сейчас мои на него посмотрим повнимательнее и я вот это органайзер делаю уже под рамочки для вышивания мелхилл и под норги номер один для тех кто любит менять основы не вышивать не на пластике не на перфорированной бумаге она на тканях да вот он отлично сюда входит он входит даже сейчас я вам покажу здесь вот есть карман для ножниц вот здесь кармашек куда можно спрятать набор также в этот кармашек хорошо входит сама сами пяльца то есть можно вот таким вот образом располагать вот здесь большой карман прозрачный вот такой вот мне кажется очень функциональный органайзер на кнопочки тоже удобно раз и положить себе куда-нибудь в сумочку или все хранить в одном месте мне кажется здорово и вот последняя моя разработка органайзеров тоже я их называю для мелхилл но он уже сложный он уже идет на молнии вот такой вот органайзер вот видите я здесь расположила пяльца норген номер один и также вот сюда можно рамочку расположить большой прозрачный кармашек с прозрачным окном фетровая подложка для пинов и иголочек кармашек для ножниц вот здесь большой карман для наборчика к примеру да и два небольших кармашка ну я не знаю предположить иголки сюда положила вот этот органайзер мне сейчас очень нравится я буду и дальше заниматься вот такие классные органайзеры он конечно больше надежный такого закрыта на молнии все хотя из этого органайзера тоже ничего не выпадет здесь все плотненько вот такая красота нашилась вся информация будет под видео о том как приобрести либо заказать свой органайзеры из какой-нибудь другой ткани так что приходите ко мне в группу вконтакте я вас там всех жду что у меня здесь на столе столько красоты девчонки сейчас я вам все подробнее расскажу в этом году как никогда у меня появилось невероятное вдохновение на пошив вот таких вот текстильных игрушечек началось все с лошадок-качалок потом пошли мухоморы и закончилось все пряничными человечками точнее как не закончились у меня есть еще идея я думаю я буду продолжать по мере возможности лошадки-качалки да из каких тканей все сшито сшито все из фактурного хлопка это специальная ткань которая используется в японском петчурке также ее используют при пошиве именно игрушек эта ткань не дешевая кто заказывал ее вы знаете цену этой ткани и сшито все именно из таких вот ткани единственное тут вот лен у меня добавлен грибочках и в пряничных человечках лошадки лошадки-качалки классика рождественская до новогодняя классика и я сшила их 5 штучек они все разные на подвесике с хвостиком конечно же есть бубенчик который звенит так очень приятно звенит их пять штук они все вот разные можно посмотреть вот в клеточку я повторила мне просто ткань очень понравилась но у них разные качалки в красная качалочка и коричневая вот этот вот эта лошадка наверное мой фаворит она в таких пряничных именно цветах очень красивых и может быть даже я оставлю ее себе посмотрим конечно же некоторые игрушки будут украшать и мою елочку но для чего для чего это все сшилось какая возникла идея в процессе сейчас вам все расскажу вот такие вот звездочки вот это еще не завершенная буду ее украшать она у меня двухсторонняя здесь тоже двухсторонняя но я украшать ее ничем уже не буду она в стиле тильда и принципе они такие самодостаточные звездочки вот эти их пока только две я буду еще дальше шить грибочки мухоморчики конечно куда же без мухом мухоморов на новогодние елки почему-то они очень красиво на ней смотрятся наверное сочетание вот именно красного и зеленого да вот смотрите мухоморчики с юбочкой из кружева и украшены бусинами прозрачными разными покрупнее помельче я не стала добавлять белый бисер в качестве точек потому что уже ткань подходящая у меня с точечками в крапинку и я этими бусинами решила украсить для того чтобы имитировать росу и мне кажется в сочетании с гирляндой на елочке или где-то на веночке рождественском они очень красиво будут переливаться вот их у меня две штучки и еще конечно же сшились пряничные человечки сначала я думала шить мне или не шить решила попробовать и у меня все получилось вот такие два чудика получились здоровски мне они очень нравятся классные вот я конечно же не буду останавливаться буду у меня есть просто еще идея я буду продолжать и для чего я вам все это показываю потому что пришла мне кажется очень хорошая идея сделать подарочные боксы подарочные коробочки именно с игрушками ручной работы вообще была идея сделать подарочные боксы именно с наполнением ручной работы вот такой вот посыл потому что во первых это очень здорово и я думаю мы уже устали от китайских сувениров стандартных я думаю вот такой вот подарочный бокс будет очень оригинальным подарком не только себе можно сделать такой подарок да можно подарить подруге родственникам можно подарить коллегам да кому угодно даже может это будет может быть рукодельница которая казалось бы сошьет такие игрушечки но все мы ограничены во времени поэтому мне кажется любому подойдет такой подарок давайте посмотрим что же будет входить в боксик у меня коробочка а не та которая будет в боксе она чуть больше просто они еще мне не приехали коробочки в боксик пойдет лошадка лошадка качалка к примеру да я сейчас вам покажу в боксик пойдет свечка из овощины ручной работы в боксик пойдет сейчас на этом поподробнее остановимся что это у меня тут за пироженки посмотрите какая красота это мыло мыло ручной работы из натуральных материалов в мастере я уверена на сто процентов и заказываю нее уже для своей семьи не первый раз мыло я попросила ее сделать небольшие кусочки для того чтобы вложить бокс но простые маленькие кусочки татьяна так не может она сделала полноценные кусочки очень очень красивые сейчас стоит в комнате невероятный приятный запах масел и боксик пойдет конечно же кусочек мыла так вот положим до боксик пойдет открыточка и вот таким вот образом вы получите свой подарок либо получит тот которому вы его презентуете также вместо лошадки лошадок будет несколько на выбор я пока еще не определилась какие именно будут в боксике также положу грибочек то есть вот такое может быть наполнение либо наполнение будет с пряничными человечками с двумя потому что они мне уже на ухо нашептали что они подружились их разлучать нельзя вот такое наполнение бокса эти боксы можно приобрести на озон артикул будет под видео а также вся подробная информация и фотографии и что и как будет с наполнением будет у меня в группе вконтакте ссылочка будет под видео поэтому все подписывайтесь все желающие я думаю игрушечки тему игрушек мы не закрываем она будет продолжаться и буду вам обязательно показывать делиться с вами своими наработками для тех кто хочет сшить игрушечку самостоятельно как бы предвосхищая ваши вопросы где взять выкройку все есть девчонки на пинтересте ищите и вы все найдете единственное что могу сказать многие выкройки я дорабатывала под себя например грибочек у меня получился только с третьего раза именно таким которым я его хотела лошадка почти сразу получилось по готовой выкройке человечков тоже дорабатывала то есть под свой размер под свои желания ну вот все дорабатывалось игрушечки но невероятно приятные вот так вот подарить это будет очень достойный подарок мне кажется вы поддержите такую наработку такую идею и посмотрим боксиков будет немного они будут ограничены по количеству но я думаю сейчас самое время подготовиться к подарю подготовить подарки к новому году к рождеству чтобы уже спокойно спокойно встречать до готовится к встрече нового года вот на этом я буду завершать свое видео всем спасибо большое за внимание пишите свои комментарии до скорых встреч пока пока